И в завершении выпуска новости спорта. В Коткино стартовала восьмая межмуниципальная спартакиада среди сел Ненецкого округа. Пять команд, восемь видов состязаний и всего один кубок. Репортаж с открытия соревнований в материале моего коллеги Александра Усачева. Неторопливый, размеренный ритм деревенской жизни в Коткино заметно ускорился на пути к новым достижениям. Сюда съехались спортсмены, чтобы сразиться в состязаниях по восьми видам спорта. Жители ждут. Это как праздник у жителей. Тем более пообщаться с теми людьми, которые спортсмены приезжают, они размещаются по квартирам. И местные жители ждут, кто им в этом году с команды приедет, из тех уже знакомых или кто-то новое. Все с нетерпением ждут за месяц до спартакиада разговоры. Василий Коткин, участник сборной команды села Коткино, разместил у себя в доме спортсменов из Каратайки и Индиги. Пока люди обустраивались, затопил баню, к вечеру будет готово. Сам тем временем засобирался в спортзал на тренировку. Расслабляться нельзя, конкуренты не дремлют. Составы у всех команд обновились. Очень много пришло молодежи. Это заметно уже прибывшие Индиги. А Каратайка тоже посвежала. Будем ждать другие команды, но я думаю, волейбол нам нельзя отпускать. Настольный теннис поборемся. Ну, баскетбол само собой. В восьмой межмуниципальной спартакиаде принимают участие пять команд. Сборная из Коткино, Красного, Индиги, Нельминоса и Каратайки. В прошлом году их было десять. Команды многие изъявляли желание поехать. Но, когда уже было время подавать заявки, многие команды отказались. Называли разные причины. Кто-то из команд отказывались, потому что не могли набрать женский состав команды. Так как у нас на спартакиаде смешанные команды участвуют. То есть, если женщин в команде нет, то мужчины одни не могут приехать. Кто-то не смог по каким-то причинам, потому что в этом году немножко сдвинулись спартакиада. По датам. И в основном все игры выпадают, и все прохождение спартакиада выпадает на будничные дни. Отличается восьмая спартакиада от предыдущих. Еще и существенными изменениями в положении по проведению соревнований. Среди новых видов состязаний появились палеотлон, перетягивание каната. Новшества и изменения, по словам организаторов, внесены в связи с перспективой по итогам спартакиады команде победителю принять дальнейшее участие уже во всероссийской спартакиаде. Неплохой старт из села Коткино к будущим победам. Постоянным спонсором спартакиады на протяжении многих лет является Лукоил Коми. Спонсорская поддержка у них как раз это на размещение спортсменов, на питание спортсменов. На данной спартакиаде в этом году есть еще призовой фонд, то есть будут денежные сертификаты для команд. По итогам первого дня соревнований в волейболе первое место заняла команда из Коткино. Вторыми стали спортсмены села Красное, третий Индиго. Сегодня до позднего вечера пройдут состязания по баскетболу. Впереди палеотлон, настольный теннис, гири, лыжная эстафета и перетягивание каната. Спартакиада продлится по 1 апреля. Александр Усачев, Телеканал Север.